МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смерть ребенка разъярила город. Перекрой Востока. Рада признала часть Донбасса оккупированной территорией. Медведь мажет дубиной. Россия проводит масштабные учения по всей стране. Пилите батон, он золотой. Куда делась знаменитая буханка из сокровищницы Януковича? Неспокойная Константиновка. В городе, в тылу украинской армии, несколько десятков молодых людей устроили беспорядки. Этой ночью там жгли шины и милицейские автомобили. Причиной стала авария с участием украинских военных, в которой погиб ребенок. Подробности расскажет Ярослав Кречко. Горящие шины, перевернутые автомобили. Вечер после ДТП в Константиновке. Люди сначала перекрыли дорогу на месте аварии, потом пошли к общежитию украинских военных. Главное зачинщики беспорядков, несколько десятков молодых парней. Вот последствия ночных событий в Константиновке. Разбитые окна в общежитии, в котором живут украинские военные. Два сожженных милицейских уазика и один автобус. Сегодня в здании уже восстанавливают окна. Военные после неспокойной ночи комментариев не дают. Милиция задержала пять человек, которые провоцировали людей. Они были не только подогреты спиртным, а еще их подогревали лица, которые хотели дестабилизировать ситуацию здесь у нас в регионе. Это со стороны террористических организаций. Эти люди все установлены, частично задержаны. На место аварии, где под гусеничным броневиком погибла 8-летняя девочка, сегодня весь день несут цветы. Хорошо погибли. Все. Это девочка. У мамы погибшей девочки несколько переломов. Ее состояние стабилизировано. Но на данный момент проводятся все мероприятия противошоковой терапии, комплексного инфлюзионного лечения. Племянница женщины, четырехмесячный ребенок, уцелел чудом. Расследованием ДТП занимается военная прокуратура. По предварительной информации Генштаба, военные на бронемашине были в нетрезвом состоянии. Двое висково-службовцев, которые подозревают церковь дорожно-транспортные пригоды, уже затриманы. Их командир на час следствия усунут из выполнения службы у Кабовинских. Решается сейчас в это время вопрос их ареста судом. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет. А руководство Донецкой области после трагедии предлагает запретить передвижение гусеничной техники по прифронтовым городам. Теперь она будет ездить только в сопровождении. На трагедию в Константиновке отреагировали и парламентарии. Депутаты оппозиционного блока требуют открытого расследования и проверки всех фактов нарушения дисциплины военнослужащими. С требованием объективного расследования уже во второй половине дня вышли на митинг несколько десятков местных жителей. Сейчас город усиленно патрулирует милиция. Ярослав Кречко, Александр Данилов. Подробности. Телеканал Интер. Ярослав Кречко и сейчас следит за ситуацией в Константиновке. Слава, здравствуй. В СМИ появилась информация, что и сейчас в центре города собираются люди. Ты можешь это подтвердить или опровергнуть? Добрый вечер, Алексей. Это неправда. В Константиновке сейчас абсолютно спокойно. Сегодняшний митинг был днем. Он проходил здесь, возле Дома культуры. Он закончился несколько часов назад и прошел, в принципе, без инцидентов. Было несколько агрессивных выпадов в сторону милиции и украинских журналистов. Но, в принципе, обошлось без провокации. Мы вот сейчас проехались по городу, видели много патрулей милиции. Но вот людей, местных жителей на улицах сейчас немного. И можем говорить о том, что ситуация в Константиновке, в принципе, стабилизировалась на эту минуту. Алексей. Ну что ж, это радует. Это был Ярослав Кречко из Константиновки с последними новостями. В городе на данный момент все спокойно. Далее мы узнаем с вами последние новости с передовой. На связь выходит Вениамин Трубачев. Веня, здравствуй. Боевики сегодня обстреливали украинских военных? Да, Алексей, боевики не прекращают обстреливать позиции украинских войск. И вот самая сложная ситуация по-прежнему сейчас в Донецком направлении. Террористы из минометов вели огонь по Авдеевке. Вблизи этого города стрелял и танк боевиков, также и стрелкового оружия, и автоматических гранатометов. Были атакованы Пески и их опытные. Периодически боевики обстреливают и опорные пункты армейцев вблизи Дебальцево. В районе Дебальцево активизировались и диверсионные группы боевиков. Они минируют дороги, устанавливают растяжки. Вот вблизи села Нижнее Лозовое на Фугасе подорвался армейский автомобиль. Есть погибшие и раненые военные, находящиеся в этом районе, также продолжают укреплять свои позиции. И говорят, что новое вооружение до них не доходит, а старую технику, которой зачастую уже больше 50 лет, бойцы ремонтируют сами и за свой счет. Новые техники, я ее видел издалека, как она проезжает, но в нас ее никогда не было. То, что есть, по возможности, кто умеет поремонтировать, поремонтует себе для себя. Кто не умеет, просит помощи или ездит на том, что есть. Или, как правило, не ездит. Есть зарплата, взял карту, поехал в магазин, накупил запчасты, сделав, тогда будет ездить. Вот бойцам на передовой в основном помогают волонтеры. Вот сегодня активисты раздавали армейцам одежду, в частности, форма и берцы. Также привезли воду, продукты и средства личной гигиены. Быстрее всего военные, конечно, разбирают домашнюю еду. Это пироги, вареники, колбасу. Все это готовили и передавали люди из Тернопольской и Луганской, из Сумской областей. Вот это пироги, уже они приготовлены полностью. То есть сварены, приготовлены, заморожены, заляты смазом. Что им потребно? Разогреты на сковородку. 15-20 минут и можно до вжидку сюда. Вот это пироги. Вот это вся Тернопольщина. Тернопольщина и Шумчина делают такие пироги. Вот так само, такие методы приготовления. Вот боевики продолжают разборки между собой. В частности, в Макеевке завязались бои за право контролировать город между разными группировками. Вот местные жители снимали из окон, как террористы стреляют и по улицам ездят даже танки. В Луганской области, в районе станицы Луганской, боевики перешли через реку Северский Донец и начали строить свой опорный пункт. И вот армейцы говорят, что это грубое нарушение минских договоренностей. И вот, несмотря на угрозы новых обстрелов, жители прифронтовых городов понемногу возвращаются в разрушенные дома. Людям не хватает катастрофических продуктов, медикаментов и стройматериалов. И вот о том, как выживают люди в поселке Мироновске, это вблизи Дебальцево, предлагаю посмотреть мой репортаж. В Мироновском волонтеры не только раздают, но и разносят гуманитарную помощь по домам. В поселке много нуждающихся стариков, которые остались одни, не выходят из своих квартир. Здоровье не позволяет. Мы идем к бабушке, которая совсем одинокая, и до сих пор она находится в этом доме. В квартире у Тамары Константиновны холодно, батареи не греют, и волонтеры принесли термоодеяло. Сейчас и продукты приносят, а во время обстрелов даже не было хлеба. Ну нет, морзиней нет, и все. А сейчас хоть и есть там, ну вот я что угодно купила спинку, я довольна. Будет там на ужин. Если снова возобновятся обстрелы, женщина готова уехать, если кто-то поможет. Все необходимое уже собрано. А что в сумке? Документы и лекарства, и больше ничего. Тумбочка забита лекарствами. Во время обстрелов Зинаида Ивановна лежала в кровати и молилась. Уехать не могла, у нее тяжелая болезнь. Мама гонорина. Ей нужно сделать операцию. Денег нету. Все деньги идут на лекарства. Пока шла война, женщине стало хуже. Чтобы врачи взялись оперировать, нужно чуть больше 20 тысяч гривен. Но таких денег у нее нет. Год назад ее прооперировали, вы видите сами. Делали две операции ей. Первую операцию сделали 13 февраля. В прошлом году отрезали палец. На 7 апреля отрезали полстопы. Сейчас пошла гонорина на вторую ногу. Семья просит о помощи. Больница в поселке закрыта. До ближайшего медпункта десятки километров. В поселке Мироновский много разрушенных зданий. Вот, например, дом в центре города. На втором этаже жили люди. На первом был магазин. И остались одни руины. До сих пор слышны здесь взрывы. Но, несмотря на это, люди понемногу возвращаются. А рабочие восстанавливают подачу электричества, газа и воды. Практически два месяца маленький Егор вместе с мамой жил в подвале. Двухлетний мальчик уже сам начал понимать, когда гулять, а когда прятаться. Если бахкает, он уже на струме, он сам уже собирается вещи, все и в подвал. Ну, идем мы с собой одеваемся быстро. Да? То есть два года и так быстро уже сам реагирует, что нужно бежать в подвал? Да. Да? Да, он все даже, все люди смеялись. Там, в укрытии, Егор начал разговаривать. Правда, слова выучил не детские. Подвал, бомба и война. Ну, он даже сейчас вот боится, вот если музыка там громко заиграет, там на телефоне, допустим, он боится громких вот звуков. Может быть, и телевизор как-то может? Наверное, вот и телевизор, когда громко тоже боится. Вот. Да? Как ты папе говорил, чтоб он сделал? Как? Тише? Да. Говори, как тише. Да. Ну, скажи. Тише. Гуманитарную помощь привозят, но ее на всех не хватает. Например, совсем нет строительных материалов, и люди своими силами забивают окна и чинят крыши. Нема ни шифера, ни стекла, ничего. Заказали, когда там привезут, кто нам привезет, его неизвестно. Канализация, питьевая вода, освещение делали, все. И 8 человек, что могут сделать? Еще и крышу накрыть? А помощи там других городов и так далее? Особенно никакой. Сейчас интенсивных обстрелов нет, и люди вышли из бомбоубежищ, но вещи и кровати из подвалов пока не забирают. Осталось человек, может, 30 сувак. Ну, они просто по домам расходятся, ну, а ночью возвращаются сюда. Почему боятся еще, да? Да, потому что тут бахают все равно. А окраином бахают. Ну, бомбят. Вениамин Трубачев и Сергей Дубинин. Подробности, телеканал Интер. Донецкая область. На Мариупольском плацдарме и сегодня неспокойно. Боевики продолжают нарушать мирные договоренности и открывают огонь по позициям сил АТО. О ситуации подробнее узнаем у Эльвины Сейдбулаева. Она на связи. Эля, здравствуй. Где конкретно были обстрелы и как часто? Да, Леша, сегодня неподалеку от Мариуполя террористы 7 раз обстреляли украинских военных. В поселке Широкино стреляли из минометов калибра 120 мм. Их российские наемники уже давно должны были отвезти от линии фронта. Боевики продолжают не дотримовать из минских договоренностей и ведут оружие с минометов калибру 120 мм. Боевики продолжают перегруппирование своих войск. До них прибывает живая сила. Они постоянно выводят на свои позиции танки. Неспокойно и в Гранитном. Там накануне позиции сил АТО боевики обстреляли из минометов. Сегодня мы попытались проехать в Гранитное, но наши военные не разрешили журналистам даже приблизиться к блокпосту. Из-за стрелок боевиков не пустили в поселок и наблюдателей специальной миссии ОБСЕ. Мы видели, как две машины наблюдателей развернулись на блокпосту и поехали назад. Раскаты залпов тяжелых орудий террористов доносятся и до соседних с Гранитным поселков. К примеру, из Мирного выехала почти вся молодежь на улицах одни старики. Нам некуда ехать. И куда мы поедем? Мы передрожали, когда дрожало все в квартире. Да и все. Куда мы поедем? И вот боимся, вот как со стороны. Гранит нам обстреливает. А у меня шок на воду и дал, и спальня туда выходит. Страшно, конечно. Страшно. В Мирном детский сад и школа работают, однако частично, поскольку персоналу около полгода не выплачивает зарплату. Официально они относятся к Тельмановскому району ООН, оккупированным боевиками. Недавно их перевели в Волноварский район, однако проблемы остались. И не идет финансировано бюджетных учреждений детского сада, школы, больницы, водоканала. Получается, что мы под ДНР находимся. Понимаете? Вот. И не решен этот вопрос. Такая ситуация сейчас в районе Мариуполя. Алексей. Спасибо, Эля. Моя коллега Львина Сеидбулаева продолжает свою работу в Мариупольском районе. А вот как прожили день в оккупированных городах? Вот послушайте, что нам рассказали по телефону жители Донецка и Луганска. Сегодня пошла по аптекам. Сцены жуткие. Объявлено у нас по поводу нашего образования, что в этом году вузы будут поступать не на основе внешнего независимого тестирования, а либо внутреннего тестирования вузов, либо экзамена в вузах, либо просто на основании конкурса аппетитатов. И в середине марта ДНР сказано тоже, что будет переходить на мультивалютные расчеты. Я себе плохо представляю, как это будет, как это реально, что мы будем делать. Ну, вот так вот сказано. По той причине, что гривни практически у нас нет. Никто особо не продает, не покупает жилье, потому что понимают, что это будет незаконно. Еще 2 комнатную квартиру в центре города, вряд ли кто-то бы смог арендовать меньше 2,5-3 тысяч без счета коммунальных услуг. А 3 комнатные будут еще дороже. То сейчас это копеечное жилье. То есть оплаты принимаются присмотр за жильем, чтобы кто-то присмотровал за жильем, сдают в аренду, чтобы квартиру просто все имущества в ней не растащили. Положение, которое сейчас образовалось у нас в Донбассе, катастрофическое. В магазинах цены очень высокие. Мясо у нас от 100 до 115 гривен. Куриный филе 90 гривен. Сахар от 35 до 40 килограмм. Чеснок 177 гривен за килограмм. В магазинах людей очень мало купить что-то, нет ни денег. И естественно, такие цены, по которым люди просто не в состоянии себя давали. Очень сильно стреляют сейчас по горловке. Умара подвонила, говорит. Вторую ночь не спала, до 10 стреляли, а потом с полпятого начали. И говорит, сижу, плачу, трусуся. Внеочередные выборы на части Донбасса. Где и как можно их проводить. Все это сегодня решала Верховная Рада. Дискуссии были жаркими, перерывы частыми. За всем этим следила Екатерина Лысенко. Обгорелые корабли и море с закатом в темных тонах. Это инсталляция в поле парламента. Напоминание о Крыме. Я за то, чтобы в парламенте было побольше современного мистерства. А это и первая инсталляция современного мистерства. Ну а Крыме в повестке дня ни слова. Зато в Донбассе целая дискуссия с перерывами и консультациями. Комплекс питаний, которые потребуют консолидованного и спильного решения всего парламента. Сейчас происходит Рада коалиции. И есть большое прошлое от всех главных фракций и коалиции, чтобы мы дали еще час на обговорение этих важных вопросов. Час думать. Час думать. Первый перерыв на два часа. Обсуждают особый порядок местного самоуправления на части Донбасса. Это президентские изменения в закон, принятые еще 16 сентября. Сейчас речь об изменениях в одну статью, а в неочередных выборах на неподконтрольных украинским властям территориях. Они позволяют украинским сторонам уже вырешивать, именно когда должны проводиться выборы, что должна вывести вся оружие. И это не на желание уже российской стороны. Выборы по украинским законам и только в тех районах, которые стали неподконтрольны Украине по состоянию на 19 сентября, даты первых минских соглашений. Три фракции и коалиции, Баскевщина, самопомощь и радикалы не хотят голосовать. Змени до этого закону не изменяют ситуацию. Выборы, соответственно, до этого закону, должны происходить с 7 грудня 2014 года. Они не произошли. Особный порядок, он не предупрежден Конституцией. Это означает индульгенцию на любую инициативу, как то проведение референдума о приединении до Российской Федерации за кримскими лекалами. Это означает возможность признать судов, прокуроров и создание того, что тут называется отрядами народной милиции, фактически легализацию боевиков. Особый порядок на части Нонбасса, если и будет, то только после проведения внеочередных выборов. Глок Петра Порошенко и Народный фронт за принятие документа. И за закрытыми дверями убеждают коллег по коалиции голосовать в унисон. Мы должны выполнить Минские договоренности, Минс-2, и ни в коем случае не дать представ, звинувачить нас в невыконании. И это даст нам возможность, в первую очередь перед Захидом, я не веду сейчас возможность про агрессора, перед Захидом сказать, что мы сделали все, что могли. Позиция других политических сил, это есть кроком назад. Не убедили, перерыв продлили. Представители фракции и коалиции пошли в администрацию президента разговаривать и уговаривать друг друга. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Так о чем же договорились у президента и что в итоге приняли? Екатерина Лысенко следила и за голосованием на вечернем заседании парламента. Катя, здравствуй, ты в эфире. Ну вот расскажи нам, каковы результаты. Да, Алексей, добрый вечер. Ну, хочу сказать, что в сессионный зал депутаты зашли только после пяти вечера. До этого весь день были консультации, разговоры. Но в итоге, несмотря на то, что были консультации, единогласного решения всех фракций и коалиций в зале не было. Несмотря на это, парламенту удалось принять ряд важных законов и постановлений. Первое, это то, что особый порядок местного самоуправления может быть установлен на той части Донбасса, которую не контролирует Украина, но только после проведения внеочередных выборов на этих территориях. Принесет украинский рапор, украинские партии и украинский закон на эту территорию. Наша команда приняла решение про свободное голосование. Я лично голосовать за это ни морально, ни ментально, ни с точки зрения своей внутренней веры просто не смогу. Цей закон про особенности здействия местного самоуправления на определенный период после свободных, демократичных, украинских местных выборов на окремых территориях. Никакого окремого статуса, никаких других органов, которые не предупреждены в Конституции Украины, там нет. Но что касается перечной территории, где могут пройти вот эти внеочередные выборы, то за это парламент тоже проголосовал и признал все территории, которые не контролирует украинская власть. И эти территории соответствуют тем минским соглашениям, которые были приняты 19 сентября. И новых территорий, которые были заводчены боевиками уже после 19 сентября, в этом законопроекте нет. То, что касается, например, закона о выборах, мы его не поддерживали, потому что считаем, что там не было содержания самого механизма проведения выборов. То, что касается непосредственно на каких территориях будет особый порядок местного самоуправления, этот законопроект оппозиционный блок поддерживал. Ну и третье постановление, которое принял парламент, он признал вот эти территории временно оккупированными. И такими они будут числаться до момента вывода войск и военных образований, боевиков с территории Украины. И еще одно важное постановление, которое приняла Рада, парламент попросил ООН и Совет ЕС ввести миротворцев в Украину. И вот это решение набрало большое количество голосов. 341 депутат проголосовал за это. Алексей. Кстати, помощи в этом сегодня просил и президент Порошенко. Об этом сразу мы с зрителями поговорим. Катя, тебе спасибо за работу. Это была Екатерина Лысенко из-под парламента. Так вот, Украина просит Румынию поддержать обращение в Совет ООН и Совет Европы о направлении миротворцев на восток нашей страны. Об этом президент Порошенко заявил на встрече в Киеве со своим румынским коллегой. Обсуждали пути урегулирования ситуации на Донбассе, в том числе и проведение местных выборов. Мы будем мать справу с представниками Донецка и Луганска, которые будут обраны легитимно по украинскому законодавству в процессе, который чутко соответствует международным стандартам. Позиция Румынии в том, чтобы способствовать продолжению санкций ЕС в отношении России, пока не будет полного выполнения минских договоренностей, и если ситуация будет ухудшаться. А с европейскими парламентариями в Брюсселе сегодня встречались украинские депутаты от оппозиции. О чем говорили, знает София Гордиенко. Что такое новая украинская оппозиция до сегодняшнего дня здесь, в Европейском парламенте, плохо представляли. А поэтому евродепутатам из группы друзей Украины, а это Ребекка Хармс, Петрос Ауштревичус, Марк Денисмакер и Чарльз Станок, встретиться с известными украинскими политиками было интересно. Здравствуйте, меня зовут Чарльз Станок, добро пожаловать. Разговаривали о коррупции, Путине, свободе слова и правах оппозиции. Оппозиция не получила никаких ключевых постов в парламенте, а я уверен, что без сильной оппозиции мы не сможем двигаться в сторону демократии и в сторону гражданского общества. Я бы не видел ничего плохого, если бы оппозиция имела более высокое представительство, скажем так, в комитетах по аудиту, в комитетах по процедурам и этике. Это нормально, когда оппозиция имеет свое слово, и, как говорится, хороший сторожевой пес, значит, создает позитивный такой какой-то шум. Европарламентарии пообещали контролировать ситуацию с правами оппозиции в Украине. Отдельная тема – свобода слова в стране. Тот факт, что за несколько месяцев в Украине были задержаны 9 журналистов европейских парламентариев, как минимум, удивил. Путин очень-очень плохо для Украины. Но Путин не виноват в коррупции, которая остается. И война не виновата в арестах журналистов. Есть вещи объективные, а есть там, где войной прикрывают коррупцию. И нарушение прав человека. Меня очень беспокоит ситуация со свободой слова. Я не знал, что 9 журналистов были арестованы. Мы должны изучить данный вопрос, потому что свобода прессы – это фундамент построения демократии. Дискуссия продолжалась почти два часа. После круглого стола до общения продолжали в кулуарах. И результатами все участники оказались довольны. Правящие власти постарались представить нас некой такой страшной силой, которая противостоит демократическим преобразованиям. На самом деле, когда мы рассказали коллегам с Европарламента о своих планах, я уверен, что многое изменилось. Они увидели в нас людей, которые хотят добра стране, которые хотят развития. Они думали, что в Украине так все демократично, но оказывается проблем с правами человека стало гораздо больше, чем было. Это была хорошая встреча. Мы будем встречаться с лидерами оппозиционного блока и в будущем. Встречи депутатов будут регулярными. Европарламентариев, оппозиционеры в скором будущем пригласили посетить Киев. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер Брюссель. Пока Ангела Меркель воюет на дипломатическом фронте за мир на востоке Украины, граждане Германии воюют на Донбассе на стороне боевиков. Кто они? Зачем едут в Украину? Расскажет Татьяна Логунова. Более сотни человек. Выходцы из стран бывшего Советского Союза с немецкими паспортами. Поздние переселенцы. В основном молодые мужчины. Некоторые даже служили в Бундесвере. Теперь они воюют на востоке Украины на стороне боевиков. Такую сенсационную информацию опубликовало немецкое издание Вельтомзонтак. Журналисты получили данные от источников в спецслужбах. Провели собственное расследование и назвали имена. Этот мужчина в тельняшке с автоматом в руках, гражданин Германии Виталий Пастухов. 33 года, родился в Казахстане, ребенком с семьей переехал в Германию. Жил в разных городах, имел большие проблемы с законами и не менее большие долги. В сентябре прошлого года отправился воевать на Донбасс. Был убит 12 февраля, когда в Минске лидеры нормандской четверки подписали мирные договоренности. И этот парень в военной форме тоже гражданин Германии. Николай Благодеров или Николай Благин два года назад окончил школу в Эссене. Теперь воюет на Донбассе и публикует фото в соцсетях. И таких примеров утверждают журналисты десятки. У большинства похожие истории. Это так называемые русские немцы, которые не смогли интегрироваться в Германии. И попали под влияние кремлевской пропаганды. Журналистское расследование застало врасплох власти Германии. В Министерстве внутренних дел заявили, им известно только об отдельных случаях. Но пообещали тщательно проверить опубликованные данные. И если они подтвердятся, думать, что делать дальше. Поскольку так называемые ДНР и ЛНР в Евросоюзе не признаны террористическими организациями, то и привлечь немцев, воюющих на Донбассе, к уголовной ответственности нельзя. Но можно наказать за конкретные преступления, которые они там совершили. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Медведь решил погрозить дубиной. Зачем Москва затеяла масштабное военное учение? И почему экспертов не покидает ощущение дежавю? Расскажет Данил Русаков, наш корреспондент в Москве. Формально все это называется учениями. И проходят они везде, где только можно. В Арктике, на Кавказе, в Ставропольском крае, у самых границ Евросоюза, на территории Калининградской области и, конечно же, в аннексированном Крыму. Ведется проверка боеготовности, так сказано, в официальных сообщениях. Речь о Северном флоте, Западном военном округе, а также ВДВ. Представление должно продлиться до 21 марта. 38 тысяч военнослужащих и 3,5 тысячи единиц техники. Это, опять-таки, данные Минобороны. А еще в море вывели 55 кораблей. В довесах ко всему 110 самолетов и вертолетов подняты в воздух. Происходящее для некоторых, настоящее дежавю. Все помнят, как буквально год назад, накануне аннексии Крыма, Кремль устроил масштабную игру мускулами возле Северного полярного круга. Кого пугали, то ли белых медведей с моржами, то ли абсолютное зло в лице Вашингтона, традиционно неясно. Ясно только одно. Новая демонстрация силы должна произвести на кого-то неизгладимое впечатление. Местные СМИ торжественно рапортуют. На учениях в Ставропольском крае солдаты применяют боевое оружие. В аннексированный Крым перебросили дальние бомбардировщики ВВС России прямо под самые границы Херсонской области. Примечательно, что в нескольких сотнях морских миль в Румынии устроили учения и представители Североатлантического альянса. А как известно, нынешнее Крумлевское руководство давно славится своей фобией о так называемой угрозе НАТО. У меня такое ощущение, что вот это путинское безумие, оно долго продолжаться не будет. Я помню аналогичную ситуацию. Это последние месяцы жизни Сталина. Он тоже реально готовился к Третьей мировой войне, но был остановлен своим окружением. Он вот так неожиданно умер. Кстати, тоже в марте. Несколько лет назад самый главный чиновник страны угрожал ответить Искандерами, если противоракетная оборона альянса появится в Восточной Европе. Данил Русаков и Виталий Коваленко. Московское бюро. Телеканала Интер. Символ эпохи Януковича исчез. Золотой батон. В генпрокуратуре признались. Пропал. Да и не только он. Что же это за утруска вещдоков? Такая Елена Зорина разбиралась. Два килограмма золота. Это то самое фото, на котором только его и видели. Дальше следы золотого батона теряются. Депутат Дмитрий Добродомов спустя год решил узнать, где же ценность. В генпрокуратуре долго молчали и, наконец, ответили. Неизвестно. По сути, я могу констатовать, что его вкрали. Это же самое касается автомобилей из парка Януковича. Это золотые монеты. Это весь перелик, который был тогда отзнят журналистами в Меджигирье. Когда туда все пошли сразу после втечи Януковича. Вот тут лежал золотый батон. Стоишь фотографии. Это та самая спальня Януковича. Столик на месте. А вот был ли батон здесь не верят. Но работники, которые тут работали, говорили, что одни вообще не видели его. Другие говорили, что, возможно, видели. Но он вроде бы не золото, а просто там покрытый опилением золота. Его сотня тогда первая зашла в Меджигирье. Валерий Билок вспоминает, блуждал по комнатам. И только четыре часа расставлял охрану. Сотник уверяет, все ценные вещи переданы в музей. Для этого создали специальную комиссию. Комиссия складывалась с числа прокуратуры, с УБОЗу, КБХСу и представников разных музеев. Машины, говорят, в Межигирье на месте. Вот автопарк. Здесь их около сорока. О монетах не слышали. Но ценностей без них здесь немало. Минимум 460 тысяч евро. Таких шарманок всего 20 в мире. В Хонке есть статуэтки, ки, часы. Огромные плазмы и телевизоры даже не в счет. Но не исключают, кое-что могло исчезнуть. В Генпрокуратуре вопрос ценностей из Межигирья сегодня так и оставили без ответа. В Кабмине и Абатоне тоже ничего не знают. Правительству заверили нас в пресс-службе. Отошла введение земля. Ценности стали вещдоком в деле бежавшего Януковича. В бывшей президентской резиденции о символе коррупции осталось только напоминание. Золотой батон в Межигорье есть до сих пор. Только он из пластика. Это своеобразный указатель того, где начинается экскурсия. С трещинами и дырками, но охраняемый тем самым Януковичем. Впрочем, здесь переживают больше за другое. Ночью в Межигорье снова отключали свет за долги. Если отключить у нас электрику, начнется распространение майна и будет дубль два. То есть 22 лютий дубль два. Елена Зурина, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. Сотрудники концерна РРТ продолжают борьбу с руководством. После того, как правительственная спецкомиссия выгнала с работы директора концерна за то, что он фактически обеспечил телевещание российской пропаганды на Донбассе за счет госбюджета, проблема не решилась. До сих пор многие сотрудники, уволенные бывшим руководителем за их проукраинскую позицию, не могут вернуться на работу. Сразу несколько бухгалтеров предприятия, которые выступили главными свидетелями многочисленных уголовных делах против бывшего директора, вынуждены через суд добиваться своего восстановления на работе. В Соломинском суде на сегодня было назначено очередное заседание, но перед слушаниями оказалось, что суд переносится на три недели, официально из-за болезни судьи. Мы не дамо коррумпованному суду под приводом хворобы або каких-то других вещей втекти от решения, праведливого законного решения пропагандования этих людей на работе. Школа выживания, руины для военнослужащих. Как голосует Израиль и хорошо ли танцует первая леди США? Кроме этого, во второй части подробностей расскажем о следующем. Ректор «Золотая ручка». Какие богатства нажил непосильным трудом глава Львовской финакадемии? Деньги не пахнут. В закарпатской школе строят туалет на сотни и сотни тысяч гривен. О ком заботятся чиновники? Извращенцы под патронатом полиции. Покрывал ли Скотланд-Ярд высокопоставленных педофилов? Из кабинета министров подал народный депутат Александр Онищенко из группы «Воля народа». Он считает, что правительство нарушает конституцию, до сих пор не отправив президенту представление об отставке губернатора Днепропетровской области. Требует немедленно подготовить все необходимые документы. Украинский закон запрещает, говорит Онищенко, иметь гражданство других стран, занимая при этом государственный пост. А будучи госслужащим, владеть долями в крупных компаниях, таких как «Приватбанк» и «Укрнуавта». Господин Коломойский официально на камеру признался, что у него есть три гражданства, что запрещено в Конституции Украины. Также он занимается сегодня должностями глава наблюдательного совета «Приватбанка». Необходимо его сегодня уволить. Я не понимаю, почему сегодня кабинет министра, возглавляемый Арсением Ясенюков, дает ему все эти даты. Скандальный Одесский нефтеперерабатывающий завод. Куда подевалось арестованное топливо и на какие меры идут обнищавшие работники. Об этом далее в репортаже. Плакат с надписью «Работа есть» сегодня выглядит как издевка. Уже год Одесский нефтеперерабатывающий на простое. Счета арестованы, половина сотрудников уволена, оставшиеся 300 не получают зарплату с середины лета. Задолженность перевалила за 13 миллионов гривен. Люди говорят, даже детей в школу не отправляют. Нет денег на проезд. Мы только за хлебом в магазин выходим. Больше ничего. Почему на нас вообще всем наплевать? Ну почему? Проблемы начались год назад. Владелец завода Сергей Курченко бежал из Украины. 65 тысяч тонн нефтепродуктов стоимостью 50 миллионов долларов были арестованы, как везенные контрабандным путем. И пока расследование продолжается, резервуары на заводе постепенно опустошаются. Вот такими бензовозами топливо с одесского НПЗ вывозят, начиная с декабря прошлого года. По решению суда делает это государственное предприятие «Укртранснефтепродукт». Мы обратились к ним с вопросом, куда отправляется горючее, где хранится, или может быть вообще продается на ближайших заправках, но комментировать ситуацию там категорически отказались. Вот так тот самый «Укртранснефтепродукт» зашел на НПЗ в конце ноября с вооруженными людьми в масках. Работники завода сегодня собрались митинговать возле Одесской обладминистрации. Уверены, реализовывается сценарий, о котором эксперты говорили еще прошлой весной. В конечном итоге арестованное топливо разворуют, а сам завод продадут за бесценок. Все ведет к тому, что предприятие должно быть опустошено от нефтепродуктов, то есть они вывезены должны быть с предприятия, при том, что это наши деньги, те, которые на сегодняшний день могли бы покрыть вот эти долги. Чиновники пообещали помочь заводчанам, работники ЖНПЗ пригрозили бессрочной забастовкой, если это обещание окажется пустым. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Далее о преступлениях помельче, но тоже впечатляющих. Во Львове на взятки погорел ректор Государственной финансовой академии. 64-летнего Петра Буряка задержались по личному. Он как раз получил 2000 долларов от претендентки на вакансию преподавателя. Во время обыска в кабинете и квартире профессора нашли наличных на общую сумму более 2 миллионов гривен, а еще 5 килограммов золотых изделий. Как удалось сэкономить такие несметные богатства, доктор экономических наук теперь будет объяснять следователям. За взяточность своему грозит до 10 лет лишения свободы и конфискации имущества. В процессе проведенных обшуков было выключено грошовых коштей готівкой, в частности 22 тысячи долларов США, 57 тысяч евро, 1,5 тысячи фунтов стерлингов, 40 тысяч гривен, а также выработки из золота и монет на сбанку Украины, из золота и сребла в общей весе, более 5 килограммов. Но репутация в украинской науке, похоже, не очень важна. Вот что интересно, громкое задержание Петра Буряка никак не повлияло на исход выборов ректора Финансовой Академии. Сегодня его снова избрали руководителем вуза. Запроголосовало 92 из 160 коллег. Львовскую Финакадемию Петр Буряк возглавляет уже почти 20 лет. О золотом поддоне говорили, теперь о золотом туалете. В Закарпатской области областные чиновники выделили на постройку уборной в сельской школе 750 тысяч гривен. Будут ли там золотые унитазы, выясняла Марина Коваль. Это дорога в село Яблуневка. Яма на яме. Рейсовые автобусы сюда не ходят. А еще в селе нет детсада. Его строят вот уже 10 лет. Но денег в областном бюджете все время не хватает. И вот аттракцион невиданной щедрости. Чиновники нашли 750 тысяч гривен на туалет для школы. Сейчас школьный туалет на улице. Он в неплохом состоянии, но не отапливается, а еще здесь нет проточной воды. Идти к нему надо через весь двор. И в дождь, и в снег. В нашем туалете ни руки не можешь пометить. Ни скотча взагалі. Не дуже файли. Чому? Потому хотим ядровый туалет. Новый туалет по плану будет внутри здания. Тут будет побудована стена. И тут будет видела, и тут будет запись всего векна. Директор школы хвастается. В новой уборной на 52 квадрата оборудует 8 кабинок. Фундамент и стены уже возведены. Обошлись в 80 тысяч гривен. Еще надо построить новую канализацию и подвезти воду. То, что обычная уборная будет стоить почти миллион, чиновникам не смущает. Чиновник с готовностью демонстрирует документацию. Говорит, ее разработали и утвердили предшественники еще в 2013 году. На два небольших ахна и двери в смете заложено 45 тысяч гривен. А за один квадрат плитки с установкой 570 гривен. Мы зашли в первый попавшийся магазин сантехники. И вот какие цены здесь. После приезда нашей съемочной группы в Яблуневку распереживались родители учеников. Не свернут ли вообще чиновники программу строительского туалета. А дети, как и прежде, по нужде будут бегать на улицу. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Годами без горячей воды прогнившая канализация стены в трещинах. Так живут военнослужащие на территории расформированной части в центре Черкасс. Военный городок до сих пор на балансе Минобороны. Да вот только заботиться о нем здесь не спешат. Посмотрите. Уже 10 лет Татьяна ходит по этой дороге домой. Через всю территорию расформированной воинской части. Ее дом – комната в старой армейской казарме. Татьяна – жена военного. Комнату когда-то получил муж как временное служебное жилье. Татьяки по чему ходят? Да, давить не там, давить месяц. Перспективы у семьи Натальченко на новое жилье нет. А за эти 22 квадрата плюс коммунальные услуги выкладывают почти тысячу гривен. Мы стараемся платить за коммунальные услуги. Хоть, как бы нам не важно, там, хочу у них постоянно в АТО, надо сумки приготовить, езжу и зонку передать, потому что я нужно в Норвезе. Но просто цена очень сложная. В казармах заброшенного военного городка в самом центре Черка живут почти 250 человек. Половина семьи бывших или действующих военнослужащих. Условия проживания спартанские. Здания рушатся, коммуникации практически не работают. Горячей воды не видели несколько лет. Жильцы и сами готовы сделать ремонт, но все это хозяйство до сих пор находится на балансе Минобороны. А значит, приватизировать жилье люди так же не могут. Мы хотим, чтобы нам его полностью отдали, чтобы мы его приватизовали и сами себе ремонтовали, сами наняли себе коменданта и бухгалтера в одном лице и платили им заработную платную. Плату за комнаты и коммуналку жильцы перечисляют квартирно-эксплуатационному отделу Министерства обороны. Именно эта структура и должна обслуживать городок. Вот только объяснить толком, почему тарифы выросли, а ремонт никакой не делается, комендант не смогла. При этом прозрачно намекнула, мол, у жильцов долги почти на 100 тысяч гривен. Тут 20, руки в ничто не рубили. Как вы уважаете, говорить можно разрубить все ремонты? Чиновники Минобороны уже не раз приезжали в городок с проверками. Ходили, смотрели, но все оставалось по-прежнему. Мы обратились в Министерство с официальным запросом. В ответ прислали справку с некой дополнительной информацией. В документе признают, ремонт необходим. И даже прописали сумму, примерно 300 тысяч гривен. Вот только когда приступят к работам, не уточнили. Станислав Кухачук, Павел Тимошенко. Подробности. Телеканал Интер. Черкассы. Какой рекорд поставил Орел в Дубае? Как отпраздновала свое столетие жительница ЮАР? И как отжигала на танцполе первая леди Соединенных Штатов? Все это в обзоре. Меркель выходит на большой экран. В Германии планирует снять биографический фильм о федеральном канцлере. Сценарий напишет журналист Дирк Кюрбювайт, автор двух книг об Ангеле Меркель. А вот с актрисой на главную роль пока не определились. Фильм планирует выпустить в прокат в 2017 году. Суперсурдопереводчик. Шведский переводчик на язык жестов затмил выступление певца. На национальном отборе песни для Евровидения он так воодушевленно выполнял свою работу, что стал настоящей интернет-сенсацией. Энергичнее всего зажигал под песню «Хероус» конкурсанта Манса Зелмерлоу. Эта композиция и одержала победу. Зажигалая Мишель Обама, первая леди США, приняла участие в популярном шоу «Эллен Де Дженнерес». Ходяйка Белого дома не только рассказала о том, как видеть свою жизнь после президентства мужа, но и выступила вместе с Эллен на танцполе под песню Бруно Марса «Апдаун фанк». Экстремальный подарок себе любимой. Жительница ЮАР Джорджина Хейвуд на свой сотый день рождения совершила прыжок с парашютом, а после нырнула в подводную пещеру с акулами. И весь этот экстрим не для развлечения. Женщина собирает деньги на спасательные жилеты для волонтеров в Южной Африке. Орел-рекордсмен. В Дубае птица сняла на камеру рекордный полет. Отпернатому по кличке Дершан прикрепили на спину мини-камеру. Орел пролетел почти 830 метров с высочайшего в мире небоскреба Бурдж-Халиф и приземлился на руку тренеру. Организаторы заявляют, что это достижение достойно книге рекордов Гиннесса. Шкафы и кровати – это не игрушки. Комбанья Икея запретила играть в прятки в своих магазинах. Масштабную акцию планировали жители Нидерландов. В интернете идею подхватили десятки тысяч пользователей. Но по соображениям безопасности Икея запретила веселье. Прошлым летом в такой акции приняли участие около 500 бельгийцев. В Лондоне расследуют громкое дело о растлении малолетних политиками и полицейскими. И вот способы, которыми его пытались замять, покажутся знакомыми многим украинцам. Наш британский корреспондент Оксана Кундеренко знает все подробности этого инцидента. Долфинскуэ – престижный жилой комплекс в центре Лондона. Пара кварталов от парламента. Не мудрено, что квартиры здесь снимают видные политики, которые то и дело использовали жилье для грязных целей. Многие годы взрослые мужчины, депутаты и обитатели этих роскошных апартаментов приглашали к себе домой мальчиков. Дело тогда замяли очень цинично. Никто даже не задумывался, когда записи о расследовании попросту куда-то исчезли. Я думал уже навсегда. Но вот теперь к журналисту обратились спецслужбы. 20 лет назад их коллеги остановили расследование, потому что всплыли имена первых лиц политического бомонда Великобритании. Не забывайте, что детективы тогда очень боялись. У них были семьи, близкие. Политики могли запросто угрожать полицейским расправой. Не лучше слуг народа оказались сами стражи порядка. Некоторые из них тоже не гнушались сексуальных утех с несовершеннолетними. Сохранились даже видеодоказательства, которые, как и все остальное, замели под ковер. Теперь, чтобы все было прозрачно, за возобновленным следствием наблюдает специальная комиссия. Новые кадры в силовых структурах – это люди совершенно иных взглядов и правил. Но для жертв насилия все не закончится, пока они не увидят конкретных виновных в наручниках. До этого еще далеко, ведь список преступлений, которые совершались в дорогих лондонских районах, огромен. Тем временем власти Великобритании пытаются не допустить новых. Свежий пример троих судей поймали на просмотре порнографии с рабочих компьютеров. Законом это не запрещено, но репутацию государственных мужей подрывает. Она и так не кристальная, придется отмывать. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. На этом все. Самые свежие новости доступны для вас на нашем сайте и аккаунтах в соцсетях. Вся информация на ваших экранах. Я прощаюсь с вами до завтра. Спасибо, что смотрели подробности.